Здравствуйте! Вот пришли вести к нам, что на Венере обнаружены следы жизни. Дело в том, что на двух радиоастрономических приборах, один на Гавайских островах, другой высоко, значит, на Плоткогорье в Южной Америке, значит, сумели зафиксировать спектры, радиоспектры излучения фосфина. Фосфин. Фосфин – это считается продуктом, ну вот, что вот он… Да нет, вот если открыть химический справочник, то да, его можно получить из неорганических материалов, но вроде бы вот на Земле фосфин – это газ PH3, аналог аммиака, да, вот есть у нас аммиак, замечательный газ NH3, да, он, знаете, он образуется при гниении, при всяком там таких вот вещах, даже при стирке, энзимы при стирке, грязное белье, они работают, и вот те белковые соединения, что входят в состав этой грязи, которым мы загрязнили белье, они его разлагают, и поэтому при стирке вот в таком вот, в современном моющем средстве, содержащем вот эти вот биодобавки, в нём чувствуется лёгкий-лёгкий, так сказать, тонкий аммиака, да, вот, а вот это вот, так сказать, фосфин, дескать, он тоже производится. Вот знаете, есть такая вот история всякая про болото, про болотные огни, какие-то такие огни на болоте загораются, но вот обычно это когда объясняют, это, говорит, горит болотный газ, болотный газ, метан, CH4, нет, ну, это не связано с горением болотного газа, хотя его тоже можно, значит, получить, поборудить там дно вот какого-нибудь гнилого озера или гнилого пруда или болота, и оттуда будут булькать газ, и этого можно даже поджечь. Это, да, это аммиак, это метан, простите. А вот фосфин, он тоже выделяется, и вообще говоря, фосфин, он может воспламениться на воздухе, в воздухе он горит, с образованием, естественно, П2О5 и воды, П2О5 это окисел, фосфор, вот, кислотный такой оксид, вот, а так он вообще, говоря, в природе он получается в паре ещё с такой П2H2, такой вот дифосфин называют его, да, вот дифосфин, вот с дифосфином он сам загорается, и вот эти вот блуждающие огни, это как раз горит вот этот самый фосфин на болоте, да, где-то он там выделяется, а на болоте там анаэробная жизнь, жизнь без доступа к кислороду, и вот, дескать, они выделяют. И считается, что вот фосфин это, так сказать, способ обнаружить на планете жизнь, да, и вот теперь, когда радиоастрономы эту жизнь обнаружили, простите, фосфин обнаружили, вот, фосфин это аналог аммиака, значит, это такое четырёхатомные молекулы, или, как говорили, старые четырёхатомные молекулы, как, например, аммиак. Аммиак, он, значит, поглощает, значит, определённые линии радиоизлучения, электромагнитного излучения радиодиапазона, в старое время, это вот эпоха послевоенная, на них получали мощные источники гагерентного радиоизлучения, назывались они мазеры, да, мазеры, аммиачные мазеры, и вот, в частности, это предшественники лазеров. Таунс, Прохоров и Басов получили свою Нобелевскую премию вот за работы по созданию квантовых генераторов, вот они начинали с мазеров. Все они начинали с мазеров. Басов и Прохоров – это наши советские, а Таунс – это, естественно, американцы. Вот такая вот, значит, предыстория. Ну вот считается, что как-то вот на Земле фосфин – это продукт жизнедеятельности. Я не сказал вам самого главного, сколько этого фосфина на Венере обнаружено. Его обнаружено очень мало. Эта спектральная линия очень слабенькая, по оценкам этого фосфина в атмосфере Венеры примерно 20 частей на миллиард. Есть такая величина – ppm, патпиомиллион, частей на миллион. Вот у нас, значит, такого рода газа, как, например, углекислый газ на Земле, он, значит, вот сколько-то частей на миллион его, да, в атмосфере. А тут на миллиард. То есть это 0,02 под патпиомиллион. 0,02 части на миллион частей, да, ну, 20 частей на миллиард. Вот, я не знаю, такая величина, ppm, я не знаю, ppb, наверное, да, биллион, да, у них называется миллиард, у них биллион, биллиард. Биллион, да, вот я не знаю, как у них там. Как у них это называется, ну, значит, 20 ppb, а тогда ppb. ppb, 20 ppb. Вот такая вот у них может быть реально концентрация очень низкая. Ну, есть ли надежда, что там есть жизнь? Ну, во-первых, это всего лишь два дня назад, сегодня 16, а это было 14-го числа, это весь пришло. То есть, весь она такая свеженькая, новенькая и недостаточно ещё, так сказать, проверенная, недостаточно убедительная. То есть, есть возможность, что это какая-то ошибка, они могли наблюдать его где-нибудь и в земной атмосфере, вот принять за атмосферу Венеры, да, тут его тоже мало, но вот они наблюли. Кто его знает? Всяко, да, всяко бывает, но возможно, что там это продукт тамошний. Если отбросить всякие возможные реакции, которые, ну, просто на Земле, мы с ними нечасто встречаемся, кстати, в лаборатории-то его можно получать в реакциях из неорганических материалов, вот этот фосфин, может быть, там в тех условиях высокого давления, значит, бескислородности атмосферы, да ещё там она, атмосфера не окислительная, у нас она окислительная, а там она восстановительная. Вот в музее Института космических исследований и Академии наук мне рассказывали, как, значит, работали советские спускаемые аппараты на Венеру, да, у них были, значит, камеры, видеокамеры, ну, камеры фотометров электронных. Вот, у них были вот эти видеокамеры, и они с помощью этих видеокамер получали изображение. Так вот, значит, линза состоит из чего? Ну, стекло там, СИО-2, да, в него входит, окислы, окислы, и сёкла у нас оксидные. И вот шло восстановление этого стекла, и тоненькая-тоненькая плёночка кремния появлялась на поверхность стекла, которая мешала работать камере. Вот такой вот факт мне сообщили в Институте космических исследований Российской Академии наук. Вот, а... Ну, всё-таки есть там жизнь или нет? Ныне покойный Ксенфомолити. Он был у меня на передаче «Собеседники» несколько раз. Очень интересный человек. Ксенфомолити – это по-гречески, значит, «рыжебородый». Он мне сам перевёл свою фамилию. Вот. И он рассказывал и показывал многочисленные изображения, фотографии, которые вот получены были на этих спускаемых аппаратах. И он утверждал, что это вот следы... Ну, во-первых, там... Это было, собственно, некое кино с очень большим разрешением, да? С очень большим расстоянием между кадрами. Там он рисовал картинку, вот этот вот телефотометр, передавал её на спутник, который крутился вокруг Венеры. А спутник потом ещё по более медленному каналу передавал на Землю, в Крым. Там была в Крыму, значит, обсерватория Дальней Космической... Станции Дальней Космической Связи, так это называлось. Вот. На эту станцию Дальней Космической Связи. Вот. Такая вот цепочка была. Вот. А потом уже на Земле обрабатывают изображения. И вот он утверждает, что там, да, есть вот изменения на этих кадрах, не связанные с движением ветра, потому что там ветер-то не сильный. Атмосфера плотная, но ветер не особенно сильный. Вот. И, ну, короче говоря, вот у него были подозрения. Он получил, благодаря этим своим выступлениям, ну, так сказать, некую дурную славу. Его доклады обычно сопровождались массовым исходом слушателей из конференц-залов. Да, вот он поднимается на кафедру, они, значит, ают уходят. Вот. Вот. Ну, не принимали. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это, конечно, подход неверный. Ну, так сказать, явно демонстративный. Не хотим видеть, захотим закопать голову в песок. Дело в том, что, ну, смотрите, из чего мы исходим. Мы знаем, что белки существуют в таком виде, как они существуют, в очень узком температурном диапазоне. В принципе говоря, начиная с температур не очень высоких, не тех, которые на Венере, начнётся деструкция белка. Будут разрушаться водородные связи между витками вот этой вот спиральной структуры, ну, и всё, денатурация белка это называется. Ну, всё. Человек, если у него долгое время остаётся повышенная температура, там что-то выше 40 с небольшим градусов, ну, это уже надо срочно сбивать, иначе человек погибнет. Начинается деструкция белка. То есть гибель человека начинается. Вот. А что же говорить про температуру в сотни градусов Цельсия? А что говорить? Вот, например, при большом давлении на дне океана и в районе срединноокеанических хребтов, там, где вот такой вот этот вот разлом, там есть такие образования, называют их чёрные курильщики, из недр земли поднимается струя, значит, газов, солей, то есть там всякие соединения серы с металлами, например. Вот. И тут вот в этой вот среде живут органические молекулы существуют органические, там существуют живые существа, которые занимаются вот этим, собственно говоря, анаэробным хемиосинтезом, да, так называется, по-моему. Они, короче говоря, извлекают энергию не как мы, окисляя кислородом воздуха пищу, а они вот как раз занимаются изменением валентного состояния вот этих металлов, которые туда входят. Вот это, кстати, одна из причин образования в глубоком прошлом значит у нас залежи значит рудного сырья. Вот это раз. И второе это то, что там при большом давлении немножко другая химия, чем у нас. Вот видите, вот оказалось, что там, а ведь казалось, что это невозможно. Ну, по результатам этих вот исследований, по результатам этих исследований появился тот самый стиральный порошок, который мы завел в самом начале, который может работать, содержит энзимы вот эти вот и может работать в горячей воде. В старое время, значит, когда только этот порошок появлялся, назывался он био. Это был такой советский стиральный порошок, и в нём чётко было сказано стирать только надо в холодной или чуть тёпленькой воде. Потому что иначе эти энзимы распадаются. А сейчас сделали высокотемпературные энзимы, и теперь вот это вот грязное бельё можно стирать в горячей воде и наслаждаться запахом аммиака, который рождает вот эти энзимы, разлагающие белки, загрязняющие бельё. Вот, вот такие вещи. А теперь давайте так ещё посмотрим на это дело с другой стороны. Вот представляете себе, значит, высокое давление. При высоких давлениях по-другому ведут себя вещества, в частности, материалы ведут себя по-другому, разного рода могут, по-другому ведёт себя химия, короче, химия другая может быть. Вот, могут быть какие-то полимерные соединения длинной цепочки, вот при наших давлениях это только кислород, только, простите, углеродные цепочки, а может кремний, а может азот, кто его знает, вот при химии высоких давлений. То есть, вот так вот, так вот жизнь сразу вот исключить на этих далёких мирах не представляется возможным. Ну, вот, извините, пожалуйста, за всё и за то, что я сейчас буду просить денег, потому что я живу на ваше подаяние. Вот такая вот отчаянная ситуация. Внизу есть реквизит, по которому можете прислать. Ну, я уж устал, честно говоря, просить, честно говоря. Пока.